По умолчанию все жители края, достигшие 18 лет, включаются в списки избирателей по месту регистрации. Если в дни голосования прийти на участок по прописке не получится, можно проголосовать по месту фактического нахождения. Механизм «Мобильный избиратель» пришел на смену открепительному удостоверению и стал более простой, современной и удобной формой популярной у избирателей. Во время предыдущей кампании сервисом воспользовались около 70 тысяч ставропольцев. Избиратель может прийти с 22 июля, либо в МФЦ подойти, либо подойти в территориальную избирательную комиссию, вот где мы сейчас находимся, и подать заявление. Заявление о том, что он не может голосовать по месту регистрации, а будет голосовать по указанному им адресу. По этому адресу мы найдем ближайший избирательный участок. После того, как мы примем у него заявление, мы все сведения передаем в систему ГАЗ-выборы, и он автоматически исключается из списков того участка, где он зарегистрирован, и прикрепляется к тому участку, который обозначил в заявлении. Первые избиратели уже подали заявление, чтобы совместить личные планы и голосование. В день выборов меня не будет в городе Ставрополь, а проголосовать очень сильно хочется. Я уезжаю в отпуск, буду отдыхать с друзьями в городе Пятигорске, поэтому я пришла сегодня сюда, чтобы подать заявление. Мне дали квиточек, с этим квиточком я смогу в городе Пятигорске проголосовать. Также проверить, как работает механизм «Мобильный избиратель» мы решили на личном опыте. Я прописана не в Ставрополе, и в дни голосования не смогу поехать в родной город. Здравствуйте. Я бы хотела проголосовать по местонахождению в дни выборов губернатора Ставропольского края. Здравствуйте. Ваш документ. Для прикрепления понадобился только паспорт. Сотрудник заполняет данные и помогает выбрать подходящий избирательный участок. Спасибо. Мы убедились, что вся процедура занимает не более трех минут, и теперь я могу проголосовать в том месте, в котором мне наиболее удобно. Также подать заявление можно, не выходя из дома, с помощью сервиса госуслуги. Важно, что прикрепиться к участку для голосования по местонахождению можно всего один раз. Если избиратель передумает или поменяются обстоятельства, нужно отозвать заявление, проголосовать по месту прописки или подать новое. Можно сделать это прямо в своем телефоне. Здесь есть маленький баннер. Вы набираете его и проходите. Там формировать заявление как таковое не нужно. То есть вы проходите просто опросник, и система предлагает вам выбрать тот участок, на котором вы хотите проголосовать. Обращаю внимание, что соответственность заявления в распечатанном виде вам уже не понадобится. То есть когда вы придете в день голосования, то достаточно с собой иметь только паспорт, и на том участке, на который вы выбрали для голосования, ваша фамилия уже будет находиться в списках. Все просто и удобно. С 28 августа начнут работать пункты регистрации заявлений на голосование по местонахождению в участковых избирательных комиссиях. В Ставропольском крае таких более 1200. Полина Зуб, Виктория Пономарева, АТВ, Ставрополь.